Ребят, перед началом ролика хочу вам порекомендовать канал Денту Клэш. Парень начинает свой рост на ютубе, снимает различные видео по Клэш-Роялю, хорошо относится к подписчикам, выпускает часто видео, открытия сундуков, обзоры колод и многое другое. Ему лишь не хватает мотивации. Давайте поможем ему подпиской, вам не сложно, а ему приятно. Ссылка будет в описании под этим видео. Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас будет очередной обзор колоды, и мне нужно сегодня допустить этот аккаунт на седьмую арену. Много просили у меня игроков, чтобы я составил колоду без легендарных карт, и много жаловались, потому что я постоянно играю с легендарными картами. Я уже показывал одну колоду, которой можно дойти до восьмой арены, также играть на седьмой. Но сегодня я заметил, что много игроков еще не могут дойти до седьмой арены, я даже видел такие, что просили колоду для пятой арены, я конечно не понимаю, что там снимать, но все-таки я решился записать вам, если вы хотите, запишу вам колоду, как дойти к седьмой арене. Колода выглядит следующим образом, и прежде чем я расскажу об этой колоде, ребят, я хочу вас спросить, хотите ли вы, чтобы я вам показал, как дойти... Я сейчас нахожусь на аккаунте, который седьмого уровня, и буду сегодня показывать, как дойти к седьмой арене. Но, хотите ли вы увидеть видео колоды, которые можно дойти до легендарной арены, при этом имея седьмой уровень? Если вы хотите, чтобы я снял обзор колоды, в которой нет ни единой легендарной карты, и карты все доступны с седьмой арены, начиная, и также с седьмым уровнем дойти до легендарной арены, то давайте на этом видео наберем 800 лайков, и я сразу же запишу такое видео. Как только 800 лайков набирается, я сразу записываю видео, как дойти до легендарной арены без единой легендарной карты, при этом имея плохую прокачку и седьмой уровень. В общем, если вы это хотите, оставляйте свои комментарии и 800 лайков. Итак, теперь поговорим об этой колоде, и сегодня проведем онлайн-атаки. Я сегодня составил вот такую вот колоду. Основная карта у меня здесь будет гигантский скелет. Почему я составил деку не с гигантом, не с хогом? Да потому что мне уже надоели эти однотипные колоды с гигантом, с хогом. Я их еще покажу несколько других колод в следующих видео. А до седьмой арены я решил поиграть с гигантским скелетом. Достаточно очень интересная карта. И, ребят, я, наверное, это слишком нагло, но здесь в этой колоде 6 эпиков. Возможно, у некоторых эпиков сколько нету. Ну, если те игроки, которые нуждаются в колоде для седьмой арены, возможно, у них еще нету сколько эпиков. Поэтому можно все заменять в зависимости от функции карты. Вот, допустим, ведьму можно заменить тем же юнитом, который бьет сплэшом. Это можно либо спеллом фаербол, либо колдуном можно заменить. Стоимость эликсира, конечно, на 1 увеличится. А нет, также 5 эликсира стоит. Армии скелетов заменять не совет. Это важная карта. Гоблинскую бочку можно заменить валькирией. Не потому что гоблины бьют сплэшом, а потому что я реально здесь была валькирией, но я захотел поиграть гоблинской бочкой. Принц и гигантский скелет у меня здесь основная карта. Бэйби дрэгон также можно заменить любым воздушным юнитом, такие как орда миньонов, либо обычные миньоны. Вот. Ну или там на свое усмотрение. В общем, я надеюсь, что у вас все есть карты. Если вдруг у вас и эта колода не подойдет, это не последнее видео. Я еще запишу несколько колод, вдруг если это не подойдет. В общем, почему гигантский скелет, а не гигант с принцем? Да потому что гигантский скелет, у него нету функции надамажить. У него есть функция умереть и взорваться. А с гигантским скелетом, то есть ему нужно всего лишь дойти к вышке, а вместе с связкой с принцем очень легко это получается. Да, зачастую используют армии скелетов, чтобы остановить такую комбу, но для этого у нас есть зэп. В общем, не буду разглагольствовать, погнали в онлайн-атаку и покажу, как эта дека работает. Итак, подбирается мне восьмой уровень противник. Здесь таких я вижу частенько. В основном здесь слабые игроки играют, но вижу и прокаченных. Встречались мне и девятые уровни. Итак, у нас сыграет, видимо, оппонент с големом. Давайте выбросим в противоположной стороны своего гигантского скелета. Нам нужно сейчас остановить голема. А, кстати, да, здесь еще надгробие у меня, но надгробие можно также заменить либо инферной, либо пушкой. Ну, то есть надгробие, думаю, понимаете для чего? Для того, чтобы останавливать танков. Здесь подкинем ведьму. Эх, блин, не получится у меня сохранить жизнь моему гигантскому скелету. Так, мне нужно сейчас уничтожить голема, а потом кинуть армию скелетов. Так, здесь давайте зэпнем. Отлично. Так, ну, блин. Не знаю. Не, нужно сейчас принца выбрасывать, потому что голем будет долго жить. Так, здесь фриз. Ребят, ну, давайте сделаем так. Так, давайте кинем вот здесь гоблинскую бочку и попробуем нанести ему урон с помощью принца гоблинской бочки. Он выбрасывает бэйби дрэгона и мы ему, если сейчас принц воткнется, отлично, просто колоссальный урон наносим по левой вышке. В то же время мы ему успели продамажить еще и правую вышку. Так, в принципе, начало неплохое. Чем мы... Давайте драконом ответим, точнее, на дракона ответим драконом. Так, ну, здесь армия скелетов, не пожалею. На мини-пеку. В принципе, пока что изи. Я думаю, что все это понятно. Теперь. Идет колдун. Ну, я так предполагаю, что будет голем. Так, ну, в принципе, мне уже... А, нет, надо, надо еще сделать один заход. Так, ребят, я не знаю, если будет голем... Нет, у него не хватает эликсира на голема. Это отлично. Так, ну, я думаю, сейчас гигантского скелета поставлю и добью вышку. Все, и можно смело переходить. Сейчас будет на правый лайн. Так, готовим зэп, на случай, если будут миньоны или армия скелетов. Так, у него еще и пека есть. Окей, давайте докинем гублинскую бочку, пока впитывает урон на себя гигантский скелет. Непонятный фриз с его стороны, но да ладно. Быстренько сносим его в вышку, отлично. Ну, и все, и убиваем пеку. Теперь, смотрите, мы сделаем вот так. И бэйби дрэгон. Я надеюсь, что мы заберем сейчас еще и правую вышку. Ну, скорее всего, будет мини-пека. Нет, он сейвит себя големом. Окей, мы тогда бросаем вот так вот ведьму сдалека, чтобы на своей половине встречать голема. Здесь мы ставим надгробие. Ну, на принципе, и не понадобилось бы, мы и так бы убили голема, но все же. Так, мне нужно успеть... У него что, зеркало есть? Да, скорее всего, да. Так, давайте здесь... Остается 27 секунд. Но я не знаю, вряд ли успею добить его вторую вышку. Если сейчас, конечно, проход получится, то добиваем. Нет, не получится. Видим, у него куча танков. Не дает пройти. Но в то же время и я ему не дам пройти, поэтому проиграть я здесь не проиграю. Давайте здесь еще подкинем армию скелетов. Ну и, в принципе, изи вин получился. А ну-ка, еще... Нет, не дал, еще фрезанул меня. Блин. Да, смотрите, просто не дает. Последние секунды оставались. В общем, эта каточка была легкая. И давайте сыграем еще парочку, чтобы дойти до седьмой арены. Плюс 30 кубков. Итого мне надо еще 70 целых кубков. Погнали сразу в онлайн-атаку. Я надеюсь, что получится без поражений пройти, потому что этой колодой немного поиграл. И достаточно хорошо у меня ей получается. Девятый уровень мне подбирается. На два уровня выше меня. Итак. Да, я могу сказать, что минус этой деки в том, что много эпиков. Возможно, у некоторых нету столько карт эпических. Но все же, ребят, их можно заменить. Это не самый главный приоритет. Главное, чтобы прокачка была хотя бы рара к четвертой. Можно и с третьими рарками. Я уже играл. Но если вы нуждаетесь в холоде, значит вы не сможете с третьими рарками дойти до седьмой арены. Итак, давайте скинем принц плюс гоблинскую бочку. Приготовим запись. Если будет армия скелетов. На ведьму бросаем зап. Отлично. И я думаю, мы сносим вышку. Должны. Должны, по крайней мере. Или оставим 100 хитпоинтов. Да, оставили. Нет, 200 хитпоинтов оставили. Но это не беда. Мы всегда успеем добить. Летит бэйби дрэгон. Я думаю... Ой, давайте здесь останавливать гигантским скелетом. Гигантский скелет также не только в атаке эффективен, а еще и в обороне. То есть он сейчас остановит вот такую вот толпу. Нужно только юнитов задержать немного. Так, ну... У меня не совсем получилось все идеально. Поэтому урон я... Урон мне наносит. Плюс еще оппонент играет с легендарной картой шахтер. Вы представляете, да? На шестой арене с шахтером. Я, конечно, понимаю, что шахтер выпадает с шестой арены. Но все же как-то... Ладно. И шестые арарки у него. Я с такой прокачкой сидел на 2500 и выше. У меня сейчас пятые арарки на твинке. Я сижу на 2500. Так, я надеюсь, мы добиваем. Давайте здесь зэпнем. Отлично. И добиваем вышку. Я еще был бы идеально, если бы снесли ведьму. Отлично. Все. Ну что, мы сейчас пойдем тут вон эликсир. Можно, в принципе, брать с него треху. Давайте попробуем. Смотрите. Да, попробуем, скорее всего, взять треху. Нужно выбросить какого-то самого медленного юнита. Не, не получится трешку, потому что гигантский скелет остановит. Но ладно. Мы тоже пойдем в упор, дабы потом не потерять вышку свою. Видим, да? У него идет гигантский скелет плюс два сплэшера Бэйби Дрэгона и Валькирия. У меня такая же была дека, но я потом заменил Валькирию на гоблинскую бочку. Так, здесь делаем так. Ай, блин, я зря выбросил принца, потому что там взорвался его скелет. Я не заметил, если честно. Бросаем вот так вот армию скелетов на лоха и бросаем гоблинскую бочку. Ну, видим, да? Юнит Бэйби Дрэгон сагрился на скелета, поэтому бочка немного урона нанесла. Что-то мне подсказывает, что я смогу сейчас потерять левые фланги. Мне придется бороться за вторую корону. Или нет? Блин. Еще и по правой меня дамажит неплохо. Успел, успел Бэйби Дрэгона выбросить. Так, ребят, что-то накаляется ситуация. Остается 11 секунд. Я надеюсь, я не потеряю ни одну вышку. Так, здесь армия скелетов. Здесь давайте надгробие поставим. Ну и закинем гоблинскую бочку. В принципе, снова изи. Итак, остается нам 36 кубков, да? Да, 36 кубков. Ну, вряд ли я получу их за одну игру. Погнали, поэтому еще раз в одну онлайн-атаку. И, возможно, точнее, еще в две онлайн-атаки. И, возможно, мы зайдем на седьмую арену. Итак, летит гоблинская бочка. Останавливаем ее ведьмой. Отлично. Ну как, не отлично, конечно, но все же мы ее остановили. Давайте попробуем за ход сделать принц плюс гоблинская бочка. Бросаем гоблинскую бочку. Колдун, конечно, сейчас в тему. Но, блин, да вообще по красоте он задефил, если честно. Но, смотрите, я ему так же урона нанес, как и он мне. Он еще контрит хогом. Точнее, отвлекает моего принца хогом. Так, ребят, я думаю, стоит на мага его выбросить бэби дрэгона, чтобы не получить лишний урон. Делаем вот так. Ну и, в принципе, все. Так, персонаж у нас играет с хогом. Окей, для хога у нас есть надгробие, поэтому мы не паримся. Еще успевает маленький дракон нанести две тычки. Так, здесь мы бросаем зэп. Здесь армия скелетов на бочку. Как-то так. Блин, нам... Ой-ой-ой. Фриз вообще был неожиданно. Просто реально по красоте сделал он фриз. Фриз и сносит мне вышку. Оппонент хорошо играет. Очень хорошо. Реально, все делает классно. Давайте выбрасывать еще гоблинскую бочку. Придется попотеть. Блин, фриз вообще был неожиданный. Так. Отлично. Ну, осталось 100... Ой, 1000 хитпоинтов. Даже меньше. Смотрите, сколько. Осталось 600 хитпоинтов, поэтому я успею добить его левый фланг. Но это все-таки минус для меня, потому что я уже отстаю по одной вышке. Ну, мне понравилось то, что он решил на трех у меня брать. И это вообще мне на составе трудности. Я буду еще переходить в контратаку от этого дефа. Так, давайте здесь гигантского скелета бросать. Скорее всего, будут миньоны. Но миньонами гигантского скелета невыгодно останавливать. Так как... А нет, были не миньоны. Так как гигантский скелет все же успеет дойти к вышке. Хоть и уничтожит они его. Так. Давайте закинем гоблинскую бочку. Забрасываем гоблинскую бочку. Миньоны летят. Окей. Здесь выбрасываем... Так. Блин, вот здесь фаербола мне не хватает. Окей. Я думаю, что сейчас справлюсь. Ух ты, еще и кладбище у него есть. Но это реально было неожиданно. Блин, у него... Сколько? Не, одна легендарная карта, да? Блин, ну мне нужно добить его вышку срочно. И даже попытаться взять трешку. Вдруг получится. Давайте бросать. Блин. Давайте зэп. Вот тут отличный просто зэп был. Я уничтожил и гоблинов, и уничтожил... Армию скелетов. Ребят, это шанс взять трешку. Это просто шанс, реально. Да, ребят, это треха. Все. Это 100%. Блин, а гигантский скелет не дошел к вышке, к сожалению. Но все же получилось у меня перевести бой в мою пользу. Так, посмотрим, сколько дали мне кубков. Плюс 32. Эх, 4 кубка мне не хватает. Насколько мне не изменяет память. Да, ровно 4 кубка. И погнали в последний бой. Я надеюсь, он будет победным, и мы зайдем на 7-ю арену. Итак, подбирается мне оппонент 7-го уровня. Ну, это может говорить о том, что он играет, ну, более-менее. Потому что, когда мне подбираются оппоненты на 6-й арене из 9-го уровня, либо 8-го, я так предполагаю, что они, ну, так себе играют. Потому что, ну, как, можно сидеть 9-м уровнем на 6-й арене. Так, 6-й хок. Блин, ну, несерьезно, реально, несерьезно. Давайте надгробие ставить. Ух ты, мы сейчас еще перейдем в контратаку. Готовим зэп, на всякий случай, если будет армия скелетов. Бревно отталкивает. Так, я здесь бросаю тогда армию скелетов, раз он потратил бревно. И еще у него есть гигантский скелет. Это также проблема. Кстати, очень популярная дека стала гигантский скелет плюс хок. Я очень часто стал замечать. Так. Ну, окей. Мы ему урон нанесли больше, чем он нам, поэтому это хорошо. Так, что делаем сейчас? Давайте выбрасывать гигантского скелета за королевской вышкой. Я надеюсь, что он не пойдет сейчас по левой стороне. Отлично. Он идет на пролом по правой. И поэтому я сейчас и остановлю его атаку. И, возможно, перейду еще в контратаку, если мне получится. Так, ну здесь Бэйби Дрэгона подкину. Не, не получится перейти в контратаку, скорее всего. Хотя, смотрите, выжил, выжил у меня этот. Отлично. Здесь бросаем армию скелетов. Блин. Ну почему они играют с легендарными картами, а я нет? Отлично. Смотрите, сколько мы урона нанесли. Ух ты, потрачены были стрелы. По-моему, у него был зап или нет? Давайте проверим. Бросаю гоблинскую бочку. Бревно было потрачено и стрелы. И мы добиваем вышку. Да. Да, да, отлично. Просто замечательно. Итак, ну остановить Валькирию будет несложно. У меня есть гигантский скелет, есть ведьма. Ну давайте выбросим, не знаю, ведьму выбросим. Гигантский скелет слишком дорого. Хоть и неэффективно дефаться от Валькирии ведьмой, но все же по эликсиру было немного выгоднее. Давайте выбрасывать гигантского скелета теперь по левой стороне. Так, здесь ставим надгробие. Срочно нужен принц. Срочно нужен принц на мага. Гуд, все, отлично. Так, здесь бросаем армию скелетов. Успешно. Ух ты, и этот персонаж играет с фризом, но неудачно. Неудачно у него фриз был кинут. И делаем заход бочка плюс бэйби дрэгон. Ах, стрелы. Ну все, не получится, мне кажется, снести вышку уже второй раз. Ну, я не проиграю, это я точно знаю. Хотя, смотрите, вот он настойчиво пытается меня продамажить по левой стороне. Фризует, но это уже все. Это тоже победа. 13 секунд остается, он уже не успеет. Ну блин, у него бревно, у него преимущество больше. У него есть стрелы, зэп, по-моему, и бревно. То есть, для этой деки это реально больно. Ну вот и все, в принципе. Буст завершен. Давайте посмотрим, сколько кубков. Откроем краунчест, который мы набили. Плюс 31 кубок. Давайте открывать краунчест по-быстрому. Ну, вряд ли что-то выпадет. Да, вряд ли. Все, в принципе, буст на седьмую арену завершен, ребят. Я вам показал колоду, показал онлайн атак, и все было на изи. И я вот только сейчас заметил, что здесь прокачка эпиков 2-й и 3-й уровень. Ребят, ну извиняйте, я их не прокачивал, этот аккаунт не мой. И я вам еще раз говорил, что если вдруг вам эта колода не подойдет, я в любом случае составлю еще. Это не первое, не последнее мое видео. Поэтому я захотел показать именно эту колоду. И вдруг у игроков есть такие карты. Поэтому берите, играйте, и для седьмой арены, и выше можно подниматься. В общем, я вам показал колоды онлайн атаки. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Также не забывайте, если вы хотите видео без легендарных карт, и как дойти седьмым уровнем на легендарную арену, как только набираем 800 лайков, я сразу же начинаю записывать видео. На этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч, ребят, и всем пока!